Мы слышим всё старое, как и природа человеческая. Вот если человек думает, где он будет после смерти, в раю или в аду, он должен знать, что говорит эта книга книг. А вы верите в рай или в ад? Мне кажется, этого нет. Это дар Божий. Господь дал этот дар, и я верю. Я, может быть, с двух лет уже знал, что есть рай и ад. А если его нету, допустим, что он для земли? Можешь что-то сделать, если он в раю? Так, что сделать? Ну, что-нибудь хорошее для земли. А вы, я сейчас буду говорить, что я делаю хорошее. Это не вопреки Слову Божию. Яков говорит 2.18. Покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Сейчас я буду показывать, ты сразу выключишься и уйдёшь. Не дослушаешь до конца. Не дослушаешь. Притом все одинаково ведут себя. Потому что о том, что я говорю, он видит, что у него ничего нет. Он от зависти лопается и лежит. Подними голову выше. Но не уходите, договоримся? Не, извини, пожалуйста. Я сейчас буду говорить, что я делаю. Слушай. Так, слушай, внимательно. Внимательно, слушай. Повыше голову подними, чтобы видно было нормально. Слушай, не перебивайте и не материтесь. Я... Обожите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Что я сделал? Вот оборачиваясь назад. До 23-х лет я не встречал Евангелия. Отслужил в армии в элитных войсках. Это только что образованы были ракетные войска и в подводном плоти. Ну и в 23 года мне впервые... Я знал, что Бог есть. Меня Бог сохранил от матерков. Я еще ни одного матерка не сказал. Сохранил от воровства, от пьянства. Не перебивать. Я отвечаю на вопрос. Мне Бог дал в руки Евангелие в 23 года. 27 лет я несу это радостное иго Христова. Я знал, что старое время, ну при советской власти, книг нету. Мне Бог позволил насчитать 50 книг аудио. Библия, архипелаг ГУЛАГ. Это в интернете, если зарядите. Игнатий Лапкин. Вы с какого города? Я сказал, Барново-Латайский край. Внимательно слушайте. Теперь советская власть, она ничего не позволяла лишнего. Я написал стихотворение о Ленине, брал интервью репрессированных и меня власть отправила. Все, вылетели. Вы в Бога-то верите? Такая книга у вас есть дома? Нет, мы немножко из другого веры. Вы в Сатану верите. Он врет, он врет. Ну а какая у вас вера может быть, если спаситель только в христианстве? За грехи людей только Христос умер, никто больше не умирал. Никто больше не умирал. Правильно говоришь? Да. Да. Погодите, вот тут есть один Ирод. Почему я Ирод? А, что вы думаете о евреях? 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 Я... Только не уходите сразу, я вам отвечать буду. Евреи это единственный на земле первый богоизбранный народ. Если хочешь быть благословенным, никогда евреев не проклинай, а благословляй. Это семя Авраамова. Великое преимущество быть евреем, иудеем во всех отношениях. Но особенно в том, что им верено Слово Божие. У нас Библия, она вся от евреев взята. Это один народ, который нельзя даже пальцем трогать. А только помогать им надо. Вы часом не священник? Я не священник, брат у меня священник, а я чтец, старостный. Насчет евреев, вы правы. Они реально умный народ, они придумали делать деньги из воздуха. Это не... Я не про это говорю. Я говорю, что отношение к Богу какое. А что они делают, это... Понятно, это... Прелюбодействуют, блудят, открыто все делается. Я как христианин пришел сюда, чтобы сказать людям, что ждет их после смерти. Мужчане в огне с дьяволом. Да похуй. Слышишь? Я слушаю, говори. Слышал такой... Слышал, какой прикол? Только без ругания, чтобы говорили. Вопрос в чем заключается? Хорошо, без ругания. Да, без ругания. Батюшка, какие нельзя исполнять песни на похоронах? Позови меня с собой. Я вам и говорю, следуйте за Господом Иисусом Христом. И мы будем вместе. Я 57 лет иду с Библией в руках. А в 23 года только мне дали эту книгу. Ты что, ты секте Иголка сейчас стоишь? Вы услышали, что я сказал? У нас очень большой ютубе канал. Во свете Библии называется. Да, я знаю. Секте Иголка, да? Во свете Библии. Вы как знаете, если не открывали? Нет, я говорю, секты Иголок. Вот тот ли не нормальный. Свидетели Иголок с бородами разве? Они бритые, как вы. Такой же оголдыш. Есть оголовые. Они руками не крестятся, как мы крестное знамение. Ну, можно маленько отличать. Что-то такое уж дурное-то. Баптисты. Обнаркания. А это сектанты, еретики. Они все одинаковые. Они не церковь. А мы церковь православная. А баптисты? Баптисты – это сектанты, которые возникли в 1609 году. А Христос организовал церковь, образовал в первом веке. Ну, в первом веке-то я знаю. Ну, так они-то откуда взялись? Это же не церковь. Они хорошие люди. Не пьют, не курят. Но они не церковь. Церковь – это католики, православные, григоряне-армяне, копты и сирийцы. Все. За этим дальше только одни еретики. Блядь, я хуй за это. Я не читал свои книги, как ты. Так, только без руганий, прошу, пожалуйста. Да, я понял. Я вам ответил. Да, понятно. А с какого города? Город Барнаул, Алтайский край, Лапкингадти Тихонович. Мне 81-й год. Этого довольна для вас? Блин, ничего себе. Но опять я сказал не ругаться. Говорили. Я говорю, ой, блин. Не надо блинов печь, не надо. Я знаю, что за этим кроется. Зачем же это говорить? Мы по-хорошему разговариваем. Вас как звать? Меня Виктор. Виктор – это означает победитель. Победи, скверное слово. Я раз знаю. Ну, раз знаешь, так все. А я Игнатий означает неведомый, неизвестный. А по-латински – огненный. Огненный. Игнатий как? Игнатий Тихонович Лапкин. Вы зайдите сейчас вот в Ютубе, откройте наш канал. Ему равных нету. Не-не-не. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» называется. Да, спасибо, я понял. «Во свете Библии» вы там увидите, что у нас 18 680 роликов только. 44 миллиона просмотров. А ну-ка, как называется? «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас. Такого канала в Ютубе больше нету, как мы, наш. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да, я уже нашел. 44 тысячи у вас подписчиков. Да, и 44 миллиона просмотров. 44 миллиона. Вот если вы зайдете по скайпу, вы сразу меня найдете. Я один с этой фамилией по скайпу. Я тогда скину ресурс. У нас ресурс еще есть сайт. С таким же именем сайт. Там 43 книги моих, которые 38 уже вышли из печати. Книги, которые... А не от Бога. Строим мы православную деревню. Там нельзя пить, курить, материться, воровать. Ну и весть для вас в Новом Году. Что за наши грехи умер Спаситель Иисус Христос и воскрес. И всех зовет к покаянию. Верующий в Сына Божия. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Вот если вы... А кто такой был Иисус Христос? Вы можете зайти на наш Ютубе канал. Там на многое найдете ответ. Канал необычный. Самый большой в интернете. Они спрашивают, кто такой был Иисус Христос? Кто такой был Иисус Христос? Иисус Христос это второе лицо Троицы. Сын Божий. Который воплотился на земле через Деву Марию. Пришел во плоти. И умер за грехи людей. От его рождения, от Христа. 2020 год начался. И каждую неделю, один день посвящен его воскресенью. Воскресеньем называется. Вот если вы зарядите сейчас в Ютубе канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы выйдете на наш канал. Мы подпишемся. «Во свете Библии». Хорошо. Ну давайте. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Хорошо. Открывайте. Мы подпили. Нашло? Нашло, нет? Да, да, да. И что там? Про Бога. Сколько подписчиков? Немного. Ничего не получается обмануть-то. Потому что надо говорить. Но мы подпишемся. Не надо. Подождите. Вы сначала найдите, посмотрите. И тогда поймете, как эта встреча у Бога назначена была для вас. Для вас настоящий Новый год начнется, когда вы будете жить по заповедям Божьим. Так мы в это не в Бога верим, а в другого. Вы друг на друга не смотрите, не отвлекайтесь. Откройте. «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас. Хорошо, сейчас. Это огромный-огромный ресурс. У нас наших роликов 18 860. Открывайте. Вот нашли. Нашли? Вот. Да, да, да. Вот. Вот, правильно. У нас там общая посещаемость 44 миллиона. Вот. Вот посмотрите. Вот это, которое идет, вторая часть, первая картинка. Это я с ребятишками стою. Я начальник детского лагеря был 45 лет. И три года в ином формате. А зачем вы это снимаете? Вот видите, сколько, какие богатые у нас ролики. Все духовного содержания. Я отвечаю на вопросы. Вот эти головы, две головы, это вообще от рулетки, с кем беседовал. Записаны они. Так это у нас тоже записаны? Да. Вот вы только не забывайте. Если вы зайдете по скайпу, я знаю, что вы в Литве. А в Литве у вас город Клайпеда есть. Наш корабль стоял там на ремонте. В Клайпеде мне впервые в руки попало толкование блаженного фефилакта. Я Клайпеду знаю. У вас везде написано Шиук Шлемс. Я был в Латвии, в Венспелсе, но в Клайпеде ремонтная база была. Понятно. У вас в Клайпеде, у вас в Клайпеде, в центральной библиотеке, мои книги, 38 томов. Я их подарил. Книги у меня 38 томов вышло из печати. Я много лет вел занятия в пяти университетах, 13 школ, отделы милиции, воинские части, три радиопрограммы. Это вот сейчас, что идет, это вопросы, которые мне задавали студенты. На них ответы. Каждый ролик. Какая тема, какая папка. Вверху написано. Они хотят вопрос задать. Давайте вопрос. Вы только не смейтесь. Уже ушли. Они смеялись. Людям в новом году, чтобы жили по-божьему, что Иисус Христос умер за грехи людей и ждет с покаянием. Воскрес. Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81-й год. Этих данных вам хватит? Я очень прошу, чтобы вы не ругались. Хорошо. Если у вас есть вопросы духовные о душе, о вечности, о будущем страны, мира, можете задавать. В будущем страны. Пока Путин. Да. Когда Путин перестален отправить? Никогда. Это люди на них. Видите, у нас... Вот когда, допустим, вот юноша сидит, ну, я не знаю, вот рядом с вами он как будто помоложе выглядит. Когда он умрет и когда я? Любой скажет, что если все так нормально будет, ну, мне 81-й год, а ему, может быть, 18. Молод. Что у него зрение? У меня зрение уже... Он слышит нормально, зубы у него работают, все, признаки. И старение есть у организма, и у городов, и у страны, и у мира. Перед самым концом, какие будут события? Точно, абсолютно, денежная система исчезнет. Щип 666. На лоб или на правую руку? На правую, не на левую. Это...